Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Книга для всех и не для кого. Часть первая. Предисловие Заратустры. Глава первая. Когда Заратустре исполнилось тридцать лет, покинул он свою родину и озеро своей родины и пошел в горы. Здесь наслаждался он своим духом и своим одиночеством и в течение десяти лет не утомлялся этим. Но, наконец, изменилось сердце его. И в одно утро поднялся он Зарею, встал перед солнцем и так говорил к нему. Великая светила. К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь? В течение десяти лет подымалась ты к моей пещере. Ты присытилась бы своим светом и этой дорогою, если б не было меня, моего орла и моей змеи. Но мы каждое утро поджидали тебя, принимали от тебя переизбыток твой и благословляли тебя. Взгляни. Я присытился своей мудростью, как пчела, собравшая слишком много меду. Мне нужны руки, простертые ко мне. Я хотел бы одарять и наделять до тех пор, пока мудрые среди людей не стали бы опять радоваться безумству своему, а бедные — богатству своему. Для этого я должен спуститься вниз. Как делаешь ты каждый вечер, окунаясь в море и неся свет свой на другую сторону мира? Ты — богатейшее светило. Я должен, подобно тебе, закатиться, как называют это люди, которым хочу я спуститься. Так благослови же меня ты, спокойное око, без зависти, взирающее даже на чрезмерно большое счастье. Благослови чашу, готовую пролиться, чтобы золотистая влага текла из нее и несла всюду отблеск твоей отрады. «Взгляни! Эта чаша хочет опять стать пустою, и Заратустра хочет опять стать человеком!» Так начался закат Заратустры. Глава вторая Заратустра спустился один с горы, и никто не повстречался ему. Но когда вошел он в лес, перед ним неожиданно предстал старец, покинувший свою священную хижину, чтобы поискать кореньев в лесу. «И так, — говорил старец Заратустре, — мне не чужд этот странник. Несколько лет тому назад проходил он здесь. Заратустрой назывался он, но он изменился. Тогда нес ты свой прах на гору. Неужели теперь хочешь ты нести свой огонь в долины? Неужели не боишься ты кары поджигателю? Да, я узнаю Заратустру. Чист взор его, и на устах его нет отвращения. Не потому ли и идет он точно танцует? Заратустра преобразился. Ребенком стал Заратустра. Заратустра проснулся. Чего же хочешь ты среди спящих? Как на море жил ты в одиночестве, и море носило тебя. Увы, ты хочешь выйти на сушу? Ты хочешь снова сам таскать свое тело? Заратустра отвечал. Я люблю людей. Разве не потому, — сказал святой, — ушел и я в лес и пустыню? Разве не потому, что и я слишком любил людей? Теперь люблю я Бога. Людей не люблю я. Человек для меня слишком несовершенен. Любовь к человеку убила бы меня. Заратустра отвечал, — что говорил я о любви? Я несу людям дар. Не давай им ничего, — сказал святой. Лучше сними с них что-нибудь и неси вместе с ними. Это будет для них всего лучше, если только это лучше и для тебя. Если ты хочешь им дать, дай им не больше милостыни и еще заставь их просить ее у тебя. Нет, — отвечал Заратустра, — я не даю милостыни. Для этого я недостаточно беден. Святой стал смеяться над Заратустрой и так говорил. Тогда постарайся, чтобы они приняли твои сокровища. Они недоверчивы к отшельникам и не верят, что мы приходим, чтобы дарить. Наши шаги по улицам звучат для них слишком одиноко. И если они ночью в своих кроватях услышат человека, идущего задолго до восхода солнца, они спрашивают себя, куда крадется этот вор. Не ходи же к людям и оставайся в лесу. Иди лучше к зверям. Почему не хочешь ты быть, как я, медведем среди медведей, птицу и среди птиц? А что делает святой в лесу? Спросил Заратустра. Святой отвечал, — я слагаю песни и пою их. И когда я слагаю песни, я смеюсь, плачу и бормочу себе в бороду. Так славлю я Бога. Пением, плачем, смехом и бормотанием славлю я Бога, моего Бога. Но скажи, что несешь ты нам в дар? Услышав эти слова, Заратустра поклонился святому и сказал, — Что мог бы я дать вам? Позвольте мне скорее уйти, чтобы чего-нибудь я не взял у вас. Так разошлись они в разные стороны, старец и человек, и каждый смеялся, как смеются дети. Но когда Заратустра остался один, говорил он так в сердце своем, — возможно ли это? Этот святой старец в своем лесу еще не слыхал о том, что Бог мертв. Глава третья Придя в ближайший город, лежавший за лесом, Заратустра нашел там множество народа, собравшегося на базарной площади, ибо ему обещано было зрелище — плясун на канате. И Заратустра говорил так к народу, — Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти его? Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя, а вы хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоянию зверя, чем превзойти человека. Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор? Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя. Некогда были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяны, чем иная из обезьян. Даже мудрейший среди вас есть только разлад и помесь растения и призрака. Но разве я велю вам стать призраком или растением? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Сверхчеловек — смысл земли. Пусть же ваша воля говорит, да будет сверхчеловек смыслом земли. Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах. Они отравители, все равно знают ли они это или нет. Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля. Пусть же исчезнут они. Прежде хула на бога была величайшей хулой, но бог умер, и вместе с ним умерли и эти хулители. Теперь хулить землю — самое ужасное преступление, так же, как чтить сущность непостижимого выше, чем смысл земли. Некогда смотрела душа на тело с презрением, и тогда не было ничего выше, чем это презрение. Она хотела видеть тело тощим, отвратительным и голодным. Так думала она бежать от тела и от земли. О, эта душа сама была еще тощей, отвратительной и голодной, и жестокость была вожделением этой души. Но и теперь еще, братья мои, скажите мне, что говорит ваше тело о вашей душе? Разве ваша душа не есть бедность и грязь и жалкое довольство собою? Поистине, человек — это грязный поток. Надо быть морем, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это море, где может потонуть ваше великое презрение. В чем то самое высокое, что можете вы пережить? Это час великого презрения, час, когда ваше счастье становится для вас отвратительным, так же, как ваш разум и ваша добродетель. Час, когда вы говорите, в чем мое счастье? Оно — бедность и грязь и жалкое довольство собою. Мое счастье должно бы было оправдывать само существование. Час, когда вы говорите, в чем мой разум? Добивается ли он знания, как лев своей пищи? Он — бедность и грязь и жалкое довольство собою. Час, когда вы говорите, в чем моя добродетель? Она еще не заставила меня безумствовать. Как устал я от добра моего и от зла моего. Все это бедность и грязь и жалкое довольство собою. Час, когда вы говорите, в чем моя справедливость? Я не вижу, чтобы был я пламенем и углем, а справедливый — это пламень и уголь. Час, когда вы говорите, в чем моя жалость? Разве жалость не крест, которому пригвождается каждый, кто любит людей? Но моя жалость не есть распятие. Говорили ли вы уже так? Восклицали ли вы уже так? Ах, если бы я уже слышал вас так, восклицающими! Не ваш грех, ваше самодовольство вопиет к небу, ничтожество ваших грехов вопиет к небу. Но где же та молния, что лизнет вас своим языком? Где то безумие, что надо бы привить вам? Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке. Он — это молния. Он — это безумие. Пока Заратустра так говорил, кто-то крикнул из толпы. Мы слышали уже довольно о канатном плесуне. Пусть нам покажут его. И весь народ начал смеяться над Заратустрой. А канатный плесун, подумав, что эти слова относятся к нему, принялся за свое дело. Глава четвертая Заратустра же глядел на народ и удивлялся. Потом он так говорил. Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком. Канат над пропастью. Опасно прохождение, опасно быть в пути, опасен взор, обращенный назад, опасный страх и остановка. В человеке важно то, что он мост, а не цель. В человеке можно любить только то, что он переход и гибель. Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту. Я люблю великих ненавистников, ибо они великие почитатели и стрелы тоски по другому берегу. Я люблю тех, кто не ищет за звездами основания, чтобы погибнуть и сделаться жертвою, а приносит себя в жертву земле, чтобы земля некогда стала землею сверхчеловека. Я люблю того, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек, ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и приготовить к приходу его землю, животных и растения, ибо так хочет он своей гибели. Я люблю того, кто любит свою добродетель, ибо добродетель есть воля к гибели и стрела тоски. Я люблю того, кто не бережет для себя ни капли духа, но хочет всецело быть духом своей добродетели, ибо так, подобно духу, проходит он по мосту. Я люблю того, кто из своей добродетели делает свое тяготение и свою напасть, ибо так хочет он ради своей добродетели еще жить и не жить более. Я люблю того, кто не хочет иметь слишком много добродетелей. Одна добродетель есть больше добродетель, чем две, ибо она в большей мере есть тот узел, на котором держится напасть. Я люблю того, чья душа расточается, кто не хочет благодарности и не воздает ее, ибо он постоянно дарит и не хочет беречь себя. Я люблю того, кто стыдится, когда игральная кость выпадает ему на счастье, и кто тогда спрашивает, неужели я игрок-обманщик, ибо он хочет гибели. Я люблю того, кто бросает золотые слова впереди своих дел и исполняет всегда еще больше, чем обещает, ибо он хочет своей гибели. Я люблю того, кто оправдывает людей будущего и искупляет людей прошлого, ибо он хочет гибели от людей настоящего. Я люблю того, кто карает своего Бога, так как он любит своего Бога, ибо он должен погибнуть от гнева своего Бога. Я люблю того, чья душа глубока, даже в ранах, и кто может погибнуть при малейшем испытании, так охотно идет он по мосту. Я люблю того, чья душа переполнена так, что он забывает самого себя, и все вещи содержатся в нем. Так становятся все вещи его гибелью. Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем, так голова его есть только у трубы сердца его, а сердце его влечет его к гибели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!